Всем привет! Я думаю многие из вас в детстве играли в такую игру, которая называется Светофор. Когда один ведущий стоит в середине поля и поворачивается к участникам спиной. Далее он называет какой-то цвет и те люди, у которых есть этот цвет на одежде, могут проходить в другую сторону. Ну а те, у кого этого цвета нет, должны как-то проскочить мимо ведущего. Ну а ведущий, соответственно, должен их ловить и кого он касается, тот выбывает из игры. Так вот, сегодня мы поиграем в эту прикольную игру в Бравл Старс. Стоп, мне кто-то звонит, сейчас. Тимоха, привет, что хотел? Привет, хотел бы себе игровые наушники взять, думаю ты подскажешь. Да, конечно, давай сейчас выберем. Значит я зашел на Е-каталог, выбираю раздел наушники. Фирму ты, наверное, не знаешь какую, поэтому давай выберем общий список. Так, подбор по параметрам. В какую цену тебе нужны наушники? Примерно за 4-5 тысяч рублей. Так, понял. А что по типу подключения? Какие вообще наушники? Блютузные, USB? Мне нужны с простым кабелем. Хорошо, сейчас выберу. А что-то еще? Ну и желательно, чтобы в них был микрофон. Так, понял. Тогда еще выберу встроенный микрофон. Посмотрим, что тут подобралось. На самом деле тут много подходящих вариантов, но можно выбрать какой-нибудь HyperX Cloud Stinger. И кстати, Тимоха, не забудь почитать отзывы. Ну, теперь ты знаешь, как выбирать себе наушники и вообще любую другую технику. Хорошо, спасибо. Если что, ссылку на Е-каталог я оставлю в описании. Мы уже выбрали ведущего, и им будет Крэйзи. То есть он сегодня будет назначать цвета. Так, ну и сейчас надо подобрать какой-то скин, на котором много цветов. Много разных цветов я имел ввиду. Так, Биби, Мортис. Ну, у Мортиса нет, у Мортиса мало явно. Такого тоже нет, Мортисы не подходят. Биби тоже нет. Нани, красный, желтый, желтый, фиолетовый. Так, ну тут в основном красный и золотой. Какой же скин, где много цветов? Ребят, если вы знаете, напишите в комментариях. Где скин, на котором много разных цветов? Так, потому что Крэйзи может выбрать вообще любой цвет. И если мне не повезет, я могу слить и в первом раунде. Ну, на Ворона вообще мало, да, и тут тоже. Слушайте, я не знаю, реально. Может быть... О, кстати, Вольт! Вольт, смотрите, сколько тут цветов разных. Ну, на этом меньше. На этом и синий, и белый, и серый, и красный, и желтый. Вообще, во, все, выбираю Вольта. Буду играть на нем. Если что, ведущий Крэйзи нам пишет еще в начале игры, цвет, который у нас будет. Но я его прочитаю только... И вы его увидите на экране только когда... Ну, в общем, в середине катки, когда мы подойдем все вместе, соберемся. Вот. Но я его сейчас сам еще не смотрю. Я сам не знаю, какой цвет будет. Просто Крэйзи заранее, до начала игры, еще и нам его написал. Вот. Ну, блин, во время старта катки, вот так вот. То есть, никто из нас его не знает. Так, я сейчас смотрю на цвет, и это... И это голубой. Да, идеально, это голубой цвет. Все. Мы проходим, голубой цвет, я прохожу. Все, я прохожу, голубой цвет попался. Мне очень повезло. Кстати, а у Пенни точно голубой? У Пенни синий. Крэйзи мог ее убить. Крэйзи, ты мог бы убить Пенни? Ну, ладно. Кстати, если Крэйзи хоть один раз попадет по участнику, то все, он выбывает. Кстати, Айсфокс не участвует. Он, по-моему, позже всех зашел. И поэтому эту игру без него. Так, ну что. Пока что никто не хочет идти. Кстати, ультовать нельзя. Это запрещено правилами. Гришо проигрывает. Так, в пожилого попали, в робло тоже попали. Так, пожилой и робл не прошли. А Фрэнк вот прошел. Так, минус Поку. В общем, у нас тут какая-то путаница получилась. Но вот эти вот 4 человека, получается, играют дальше. То есть прошел только Фрэнк. Из тех, у кого не было нужного цвета. Я не знаю, какой сейчас Крэйзи придумает цвет. Даже примерно. Поэтому остается только догадываться. Так, ну что. Какого персонажа можно взять? Кстати, одного и того же персонажа нельзя брать 2 раза подряд. То есть если я играл на вальте, то мне его уже нельзя брать, к сожалению. Слушайте, я думаю, а может Спайка взять? Или нет? Просто мне кажется, что может быть сейчас зеленый цвет, реально. Мне кажется, Крэйзи сейчас какой-нибудь зеленый цвет возьмет. Так, или что? Или другой? Блин, я даже не знаю. Слушайте, что бы вы выбрали? Так, сколько персонажей? 39 персонажей всего. Мортис? Нет, у него мало цветов. Ну ладно, я попытаю удачу. Наверное, возьму Спайка. Но вообще не уверен, что мне повезет. Крэйзи уже написал цвет, но я его еще не смотрел. Я не знаю. Он его написал, как только вот началась игра. Когда все уже нажали готово. Так, ну что, сейчас посмотрим на цвет. Давай, Хантер, заходи. Так, смотрим на цвет. И это... Зеленый! Зеленый! Вы можете не верить, но это реально какое-то совпадение. Крэйзи загадывает зеленый цвет, и я беру Спайка. Офигеть! Это просто нереальное везение. Гарга с Хантером тоже проходит, получается, дальше. Ну а Красавчик не смог пройти. Но одному нереально пройти, да. Типа, в толпе еще можно проскочить, но одному нет. Что же может быть дальше? Знаете, может быть какой... Так, ну тут в основном красный и желтый. Так, вот Булл, Кольт. Так, а может вообще черный цвет попадется? Хотя, не-не-не, для последнего раунда, мне кажется, Крэйзи выберет что-то тяжелое прям. Какой может быть цвет редкий? Ну, зеленый, голубой, оранжевый. Оранжевый, точно! Эль Прима же оранжевый, да? Слушайте, я возьму Эль Прима, потому что мне кажется, что сейчас Крэйзи может выбрать оранжевый цвет, и я опять угадаю. Я надеюсь, в этом режиме мне повезет больше, чем в Форт Боярде. Кстати, я хочу еще одну часть Форт Боярда снять, постараться там выиграть. Опять, без постанов там, без всего, типа, какое место я займу, такое и займу. Так, ну что, встаем, сколько там нас осталось трое, получается, да? Хантер, Гарга и я. И смотрим цвет, который нам написал Крэйзи. И этот цвет... Зеленый? Что? Зеленый? Крэйзи, ты что, угораешь? Какой зеленый? Он же был! Лол! Ну ладно, это не запрещено прав... Черт. Это не запрещено правилами, и я проиграл. Давайте, ребята, идите быстрее, блин. Идите быстрее. Хантер, Гарга. Почему они не идут? Проходите, пытайтесь пройти, нельзя стоять. Нельзя стоять. Ну, я это делаю, чтобы они шли вперед просто. И все, все проигрывают. Крэйзи решил второй раз взять зеленый. И, конечно, интересно это, но... Никто не прошел. Получается, три человека, которые не смогли выиграть. Давайте сыграем вторую игру, это было интересно. У нас снова первый раунд, все участвуют. Так, я даже не знаю, какие тут скины. Слушайте, очень мало цветов. Реально. Вот те скины... Слушайте, а может это в магазе купить? Например... О, скин на Барли есть, кстати, интересный. Давайте его купим, реально. Давайте я реально его куплю. В общем, для победы в этом режиме я даже купил себе скин на Барли. Ладно, на самом деле я его еще в начале видео приглядел, он мне понравился. Я думаю, может куплю его как раз таки в видосе этом. Вот. И вот подходящий момент настал. Давайте я на этом скине попробую, возможно я угадаю цвет. Смотрите, какой у меня красивый скин. Просто тут и оранжевый есть, и... И оранжевый есть, и желтый, можно сказать. И серый, и белый, и коричневый. Вообще офигенный скин. Так, ну что, давайте все сюда подходим. И смотрим цвет, который нам написал Крэйзи. И этот цвет серый. Так, серый цвет, у кого он есть? Ребят, проходите, у кого серый цвет есть. Так, а у меня, у меня же... У меня вроде голова серая. Так, ну я на всякий случай лучше это. Совсем. Хотя не, у меня все-таки голова серая, наверное. Поэтому мне, наверное, можно. Ну лицо типа серое. Поэтому мне, наверное, можно. И в ногах у меня еще что-то серое есть. Ой, минус Гарга, к сожалению. Так, все, у меня есть серая, я прохожу. Я прохожу, да, у меня есть серая. Так, минус Айсфокс. Так, ну что, давай, Крэйзи. Вали всех. Так, Перчик. Вау! Нет, Перчик не смог, к сожалению, замансовать. Так, Поко. Поко сейчас пройдет. Фух. Нет, Гришо, ты не проходишь. Крэйзи успел в тебя попасть. В общем, Гришо не прошел. Остались только 4 человека. Нас сейчас осталось четверо. И поэтому мне кажется, что цвет будет сложный. Поэтому я придумал супер тактику. Которую не повторяйте просто. Я возьму сейчас Мортиса. И попробую просто проскочить. Неважно, какой цвет там попадется. Просто я попробую проскочить за счет своего прыжка. Мимо ведущего. Это да, это читерно. Но я хочу это сделать по приколу просто. Ну что, сейчас я просто проскочу мимо Крэйзи на своей пассивке. Надеюсь, он в меня не попадет. Да, это, конечно, читерно. Но что поделать. Что поделать. Это игра и это не было запрещено. Ну что, давайте посмотрим цвет. И выпадает красный. Красный цвет выпал. Так, у меня сейчас это. Сейчас я проскочу. Так. Крэйзи в меня стрельнул. Так. Да, гг, гг. Все, я проскочил мимо. Так, у Барли и у Рикошета, наверное, это не получится. Да! И я прохожу в следующий раунд вместе с Пэм. Ладно, на Мортисе это было слишком читерно и нечестно. Поэтому давайте все-таки играть по правилам. Так. Мне, например, нравится скин на Дэрила. Тут есть желтый, голубой, как бы синий и белый. Я, пожалуй, возьму его. Вот. Ну, я просто хотел вам показать такую тактику, что если вы быстрый, вы просто можете пробежать мимо ведущего. То есть вам не нужно обязательно иметь нужный цвет. Ну что, я надеюсь, что мне сейчас снова повезет. Но это не точно. Сколько там у нас, получается, осталось трое? Так. Ну что. И цвет выпадает... Желтый! Желтый цвет! Стоп! А у меня есть... У меня есть... У меня есть желтый! Крэзи, ну ты понял? Там вот на руках у меня желтый цвет. Ну, у меня есть желтый, в общем. Все, у меня есть. У Макси Киллера, по-моему, тоже вот этот гребень. Э, Крэзи, Крэзи! У него есть цвет желтый! Не-не, Макси, иди сюда! Макси, иди сюда, Макси Киллер! Иди сюда! У тебя же есть желтый! Ты по правилам должен проходить. У тебя какая-то штучка на гребне для волос, да. Или как это называется. Ну, в общем, у Макси Киллера есть желтый цвет. Пожилой! Ах, пожилой! Пожилой почти прошел, но, к сожалению, он выбывает. Ну, а мы вместе с Макси Киллером проходим в финал. Давайте думать логически. Сейчас будет последний раунд, и поэтому цвет должен быть жестким. Так, поэтому нужно по-любому взять какого-то персонажа, на котором много разнообразия. Вот роза. Ну, не то немножко, наверное. Зеленый, фиолетовый, розовый. Ну, маловато. А если красный и желтый попадется, или голубой? Так, рикошет. Да что-то... Ну, тут вот нет красного. Так, так. А, даже не знаю. Но тут вот зеленого нет. А если зеленый попадется? Или оранжевый? Или... Ну, розовые очки, да, есть. Так, слушайте, даже не знаю, какого персонажа взять? А, так, Пэм, кстати, можно было. Но там это, много мелких деталей. Так, сейчас всех прям посмотрю. Вольт, конечно, идеально, но вольта я уже брал в этом раунде, поэтому нельзя его. Так, Леон, Кроу, Сэнди. О, кстати, а Сэнди мне нравится. Слушайте, а вот Сэнди норм. Я, пожалуй, оставлю Сэнди. Так, ну что, давайте стартуем последний раунд. Я надеюсь, что у меня получится победить в этой игре. К тому же ее придумал я, поэтому было бы очень символично. Если бы я придумал эту игру, я бы в ней и затащил. Так, Макси Киллер. У него серый, фиолет... Ну, и серый, красный, черный. Ну, у него мало цветов, но ему не повезет по-любому. У меня больше, мне кажется. У меня здесь и розовый, и фиолетовый, и желтый. Так, ну что, смотрим цвет, который нам написал Крэзи. Блин, это серый. Так, я постараюсь сейчас проскочить вместе с Макси Киллером. Так, так. Крэзи, а у него же есть свет. Ааа, нет, Крэзи в меня попал. Крэзи сначала стрелял в Макси Киллера, но у него же там серая пушка, я заметил. Поэтому даже, несмотря на то, что в Макси Киллера попали, по правилам он выиграл, потому что у него есть серый цвет. Чёрт, у меня получается второе место в этой игре. Кстати, надо было, наверное, знаете, наконец оставить Вальта, потому что у него много разных цветов. А я его использовал в начале, это была ошибка. Ну ладно, если вам понравился этот режим, не забывайте поставить лайк. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.